Собираюсь убирать вот этот вот бардак, который здесь сама же и натворила. Сделаю сейчас себе чай, но до того, как попить чай, мне нужно навести порядок. Короче, мы выбирали пылесос и долго ходили, спорили, обсуждали, не один день. Я хотела круглый, а ещё я рассматривала такой, который на одной ручке, на одной ножке, не знаю, как это называется. Выглядит как швабра. Так как молодой человек отмёл два варианта, которые нравились мне, мы решили сойтись на чём-то одном. И в итоге те, которые похожи на ракеты, на пули, короче, у таких пылесосов нет мешка для мусора, у них есть контейнер. А этот контейнер нужно, как нам объяснил продавец-консультант, после каждого применения пылесоса мыть. Я не особо понимаю вообще данную конструкцию. Да, они компактные, они занимают меньше места, и то это спорный вопрос. Но сам факт того, что они говорят, якобы нужно мыть каждый раз этот контейнер, я вообще насчёт этого сомневаюсь. Смысл? Я тогда могу тряпкой промыть, просто тряпкой, без пылесоса, без ничего, просто шваброй пройтись по квартире. Это будет то же самое, что я буду мыть тряпку, либо я буду мыть контейнер. С пылесосом я делаю два действия, и пылесошу, и мою потом пылесос после применения. С тряпкой я делаю одно действие. Вообще, сами продавцы-консультанты дают такую информацию, потому что не совсем они немножко понимают. Мы когда ещё жили на Украине, покупали тоже пылесос, выбирали. Мы брали мешковой, чтобы был мешок для мусора. У нас в комплекте, если я не ошибаюсь, шли пять одноразовых пылесборника этих. Они были бумажные. Так вот, с одним пылесборником мы прожили, я не знаю, года два. Мы просто его вытряхивали, и всё, понимаете, всё. С ним ничего не происходит, он не намокал, он не рвался, ничего с ним не происходило, хоть он и одноразовый. Поэтому все вот эти высказывания якобы как положено, как положено. Но мы знаем, что всегда наложено на это положено. Нам тоже, когда мы покупали тот ещё пылесос с этими пятью запасными пылесборниками, нам говорили, нас даже предупреждали, что нам их надолго не хватит, поэтому покупайте заранее уже. Когда мы уехали, там ещё четыре запасных мешка оставалось. Вполне ещё на лет 10-20 вперёд хватило бы. Так вот, к чему я это всё веду? К тому, что дезинформируют нас, просто дезинформируют, потому что необязательно мыть вот эти вот контейнеры. Как аргумент засоряется вот эта вот там губка, обычная губка, якобы это фильтр. Это не фильтр, люди, это губка, просто губка. Промывать там губку нужно, потом этот контейнер. Короче, смысл тогда этого пылесоса. Я покупаю пылесос для того, чтобы он мне помогал в уборке, а не я ему помогала в существовании. Ну, как-то это очень-очень всё как-то спорно. И вот эти вот доводы и объяснения сотрудников M-Video и всех остальных подобных магазинов, какие-то уж очень странные. Мы взяли обычный пылесос, я не помню, как он у нас там называется, неважно, обычный, самый обычный, мешковой мы взяли. В итоге сошлись на мешковом, потому что мешок не нужно трогать 10 лет, вот. Ну, как бы в кавычках, а то ещё подумает кто-нибудь, что реально я 10 лет не вытрушиваю мусор. Когда мы покупали этот пылесос, который мы купили, я продавцу-консультанту задала вопрос. У этого пылесоса в комплекте есть дополнительные какие-нибудь мешки? Нет, и ни в каких не идут. Да вот ты, блин, такой эксперт, и ни в каких не идут. Приезжаем домой, распаковываем, идёт один дополнительный мешок, помимо того, который уже стоит внутри пылесоса. Знатоки, понимаете, вот знатоки просто, и смотрят как на дураков, ещё так надменно себя вести, меня просто вот убивают такие люди, ведите себя нормально. Когда мы ещё просто спросили по поводу мешков, они вообще продаются к этому пылесосу, существуют мешки? Да, существуют. Ну, как бы у нас денег не было на тот момент на мешки, мы взяли именно просто на пылесос. Он нам предложил купить сейчас, мы отказались, и он с нас проорал. Именно, ха-ха, вы потом не купите, их вряд ли вы найдёте. Да с чего вдруг? Поражаюсь людям. Честно, я не то, чтобы там кого-то где-то обсираю, и опять же, потому что это Россия. Таких и у нас на Украине хватало. Не очень люблю таких людей, которые, понимаете, пытаются навязать, во-первых, и во-вторых, просто стоят тебя ещё при этом высмеивают, якобы я здесь работаю, да, и знаю, я такой знаток, а ты тут типа, ну, шавка подзаборная пришёл, поэтому слушай меня, будь добр. С чего просто такое мышление, я не понимаю. Поэтому в очередной раз убеждаюсь и считаю, что я права, как я вижу людей, как я их оцениваю, как расцениваю то, как они себя ведут. Просто молодой человек мне говорит постоянно, что вот ты слишком предвзято относишься к людям, слишком требовательно. Мы все требовательны, по сути. Если я работала, я считала, что мне нужно концентрироваться на работе, уметь делать свою работу, не распыляться на какие-то другие моменты. Когда ты знаешь свою работу, как своих пять пальцев, то тебе хватает времени потом уже распыляться на всё остальное. Но при этом не нужно считать, что ты умнее всех остальных. Есть люди, которые могут разбираться в данной твоей работе лучше, чем ты. Пусть даже это будет клиент, пусть даже это будет, я не знаю, там бабушка с дедушкой. Они, может быть, так же работали раньше, как и ты. Занимались тем же. У нас сфера вообще обслуживания и продаж, это вообще такой трэш какой-то. Вот приходишь каждый раз в продажу работать и понимаешь, что хозяева просто нихрена не понимают и не знают. Нужно рысть каждый клиент, который заходит, нужно с порога его перепугать тем, что давайте-ка мы вам поможем. Да я зашёл ещё сам, не знаю ничего, что я хочу, где я хочу. А перепугав меня, тем более, я развернусь, сейчас уйду, потому что я ничего уже не хочу выбирать. Да, есть, конечно, отдельные персонажи, которым очень нужно уделять внимание. Ну, это шизики, это люди с заниженной самооценкой, это люди, которые считают, что они никому не нужны и что все им должны. Нормальные люди, они приходят в магазин, присматриваются. К клиентам нужно присматриваться, просто следить за ними, быть неподалёку. Не нужно стоять над душой, а просто недалеко заниматься якобы своей работой. Но, тем не менее, поглядывать, может быть, глазами вас уже и ищут. Мы, кстати, приболели немножко, молодой человек приболел, а я с ним просто вот возилась всё это время, потому что человеку просто плохо и хочется как-то помочь. Облегчить просто самочувствие хочется как-то, ну и, соответственно, чтобы легче переносилась сама болезнь. И за эти дни я ничего не снимала. У меня за эти дни такой мандраж был просто уже, не знаю, наверное, как ломка. Снимать! Снимать! Я, кстати, удивлена, что многие считают якобы обманывать людей и таким образом легко зарабатывать деньги. Это норма! Жаль, что люди так считают. Я лично так не считаю и всегда зарабатывала добросовестно свои деньги. И также считаю, что обман порождает зло, обман порождает алчность. Поэтому, чтобы наш мир сохранился именно миром, а не помойной ямой, мне кажется, нужно с собой подавать пример. А у нас сейчас с собой никто не подает никому никакой пример. Я знаю только любителей, которые языком ляпают. Все. И к чему всякие изощрения, если просто можно приготовить яишеньку? Правильно? Ну, на самом деле, реально просто уже не то, что не могу ничего другого придумать, а просто все уже так задолбало, все эти изощрения. Хочется чего-то простого, блин. Хочу яичницу. У меня, кстати, в яичнице там нут, помидор, сыр и маринованный лук забыла добавить. Решила выбраться на улицу, потому что задолбалась сидеть дома. То ноги больные были, то сегодня у меня живот болит почему-то. Непонятно почему. В общем, так ему захотелось. У меня сегодня были грандиозные планы, но они все накрылись медным тазом, опять же, из-за живота. Вечно, знаете, каких-то причин дофига, лишь бы только не выходить из дома. Вот моя зона комфорта и больше я никуда не хочу идти. Это все у меня вот здесь. А сейчас я выдвигаюсь к нам в парк прогуляться. И вообще цель моего выхода это выбросить вот эту вот досточку гладильную, которую нам оставили предыдущие хозяева. Но она настолько тяжелая, что я, во-первых, не знаю, как сейчас ее буду тащить. А у меня еще пакет мусора, вернее, два. Но они, короче, два в одном. Почему я ее выбрасываю? Мы решили с молодым человеком, что... Вообще я сделала вывод, что она очень огромная, во-первых. Во-вторых, она очень тяжелая, потому что это такой совковый вариант. Неудобно очень в кладовку. Из кладовки ее, короче, очень тяжело. Я не хочу ее таскать постоянно. У нас нет утюга. Мы сейчас ничего не гладим. Гладильная доска нам нахрен не нужна. Да, вот такая вот я не глажу вещи. Бедный мой парень, борщи не готовлю, вещи не глажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же он бедный! Как вы живете? Когда у нас появится утюг, нам понадобится гладильная доска, мы пойдем ее и купим. В любом магазине бытовой техники продаются доски. Около тысячи они стоят. Да, недешево, но она останется у нас потом на несколько лет вперед. Но это вариант, конечно, просто жесть. И она за счет своей вот этой вот громоздкости занимает очень много места в кладовке. И меня это гнетет, короче. Да и еще, может быть, нам никогда не понадобится доска. Может быть, я вообще никогда гладить больше не буду. Поэтому счастливчик мой парниша. Короче, вперед! Я сейчас в парк пойду с другой стороны. Буду входить в него с другой стороны, с которой я никогда еще не заходила. Для меня это будет что-то новенькое. У нас сегодня, кстати, очень тепло. Сегодня как никогда на улице хорошо. О, я как раз вышла к заброшке. Здесь такое заброшенное здание. Округлое, овальное, полуовальное. Я раньше там пряталась от дождя, когда бегала. Тут в лесу обычно так стрёмно. Главное, чтобы опять за деревьями никто не стоял и не др... Прочитала сегодня комментарии. Якобы у меня депрессия. Я не знаю, конечно, почем вы это заметили. Нет у меня никакой депрессии. Просто мы болели недавно. Можно сказать, отходняк, наверное. Да и в целом у меня с ногами были проблемы. Также я никуда не ходила. Я сидела дома. Грустно это все осознавать, что ты сидишь дома, ты теряешь время, ты не двигаешься, ты нигде не бываешь, никуда не ходишь. Я думаю, это нормальное состояние на то, что со мной происходило. Если многие подумали, что у меня депрессия из-за того, что я там высказываюсь по поводу хейтеров, так это я высказываю свое мнение. Я делюсь этим мнением не просто так. Я хочу поднять эту тему. Может быть, подобные ролики снимут девчонки-блогеры, которые дружат со мной, да, которые смотрят мои ролики. Еще был интересный вопрос. Для чего ты снимаешь ролики? Почему я вообще начала снимать ролики? Потому что мне было скучно. Я жила вообще в другом городе, далеко от своего родного города. И мне не с кем было поделиться чем-то, поговорить, что-то обсудить. Поэтому я начала вести свой канал. Но сейчас это больше такой своего рода дневник, наверное, дневник моей жизни. Я эти ролики сохраняю. Они у меня не только на YouTube висят, они у меня и на моем диске. Хочу оставить их себе на память. Может быть, потом смонтировать какой-то фильм про себя. Это останется и мне на память, и, может быть, моим детям. Да и вообще это очень интересно следить за своей жизнью. Я просматриваю иногда свои старые ролики и прослеживаю изменения моей жизни. Что было, что происходило, что еще может быть, на что я надеюсь, о чем я мечтаю. Честно, блин, это просто, понимаете, это память. Это реально память. Раньше были памятью фото. Они, в принципе, остаются этой же памятью. Но сейчас ролики берут обороты и практически все снимают больше ролики о своей жизни, даже не выкладывая на YouTube. Еще также мне последнее время пишут, что я милаха такая, прям душка. Россия такая миленькая. Как я отношусь к красоте? Что для меня вообще есть красота? Я уже не раз об этом говорила. Не знаю, нужно повторяться или нет. Для меня красота — это естественность. Мне многие пишут, сделай брови, у тебя ужасные брови, сделай губы, у тебя какие-то странные губы, сделай зубы, у тебя кривые зубы, сделай нос, у тебя что-то нос длинный, кривой. Честно, мне насрать вообще на то, кто что говорит обо мне. Я вижу себя каждое утро в зеркало. Я оцениваю себя трезво. Я не такая барышня, у которой там, я не знаю, корона выросла. Нет, я вижу все свои недостатки, но я хочу жить с ними, я хочу примириться с ними. И я, скорее всего, уже это сделала, потому что раньше я хотела многое изменить, и нос, и губы сделать тоже побольше. Блин, да всё что угодно, это тоже бровей я хотела, что я только не хотела, я вам так скажу. Но сейчас я не хочу ничего с собой делать, кроме как привести себя в форму. Всё, это на данный момент моя самая-самая цель, которую я хочу воплотить в реальность. Больше я ничего не хочу менять в себе и не собираюсь. Я также хочу совершенствовать свою внешность, но это не значит, что я буду что-то в себе менять. Нет, я хочу, наоборот, сохранить то, что во мне есть, потому что так я индивидуально, так я уникально. Такой, как я, больше нет. Вероятность этого 1% на миллион. Поэтому быть собой — это вдвойне в почёте. Я, конечно, не осуждаю других девушек, которые меняют свою внешность, либо дополняют её чем-либо. Я просто не люблю это, мне просто не нравится это. Да, есть красивые работы. Пусть это делают другие люди. Всё, что я хочу — это чистую кожу себе, без синяков под глазами, здоровье крепкое и физическую форму. И для этого что-то нужно делать. Я пока ничего не делаю, но не всё ещё потеряно. Насиделась, надо уматывать отсюда. Сейчас ещё каких-нибудь букашек нацепляю на себя. Вообще так приятно, туточки. Здесь так хорошо. Кстати, заходим в группу ВК, потому что там очень много всего интересного. Там тоже можно писать личные сообщения. Господи! Так классно погуляла. Такое умиротворение. Просто вот всем советую. Если вы как-то себя чувствуете странно, если у вас что-то не ладится, если у вас что-то произошло в жизни. Просто выходите на улицу, идите в парк. Ты отдыхаешь душой. Короче, это... Ой... Это классно. Для меня лекарство — это природа, как оказалось. А что для вас лекарство? Что вам помогает? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова